Магнитогорский металлургический комбинат Когда в наши российские города пытаются пробиться со своим парадом Люди, которых у нас в России, мягко говоря, не понимали и не понимают Во всяком случае, подавляющее большинство россиян вместе с нами негодуют И вот по какому поводу 11 ноября, то есть сегодня в столице соседнего Башкортостана Славном городе Уфа, некие московские активисты намеревались провести гей-парад Они подали соответствующую заявку в правительство республики Надо отметить, что в Москве нетрадиционным меньшинствам не удается провести подобные мероприятия Ну в том масштабе, о котором они грезят Ну чего же хотят вообще эти люди? Таким образом они протестуют против закона Российской Федерации О запрете пропаганды среди несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных отношений Второе, чего они хотят добиться, легализация однополых браков И вот теперь гей-активисты пошли в регионы Пермь, Астрахань, Курган, соседние с нами Челябинск, Волгоград 45 городов в их списке Всюду они добиваются разрешения властей на организацию гей-парадов и митингов в защиту прав сексуальных меньшинств Однако в проведении таких акций им всюду отказываюсь, ссылаясь на федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию Ну кому-то покажется эта тема для народной программы неподходящей Но, во-первых, Уфа, Челябинск, Курган, в этих городах у кого-то из нас живут дети, учатся внуки А во-вторых, Магнитогорск тоже не застрахован от набегов мужчин и женщин с цветными флагами И поэтому равнодушными к такой инициативе мы оставаться не можем Ну и спрашиваем у вас, друзья, да, как вы относитесь к гей-парадам Если это надо нашей стране, говорите почему Если не надо, тоже как-то поясняйте свою позицию 24 55 11, наш телефон, ждем ваших звонков Это просто омерзительно Мы вообще против извращения традиционных ценностей семье Поэтому то, что во Франции там творится и в европейских странах, считаю, что в России такое не приживется Да, все можно, молодежь сейчас такая, знаете, что я вот верю молодежи, они все, что там происходит, здесь может пройти Я считаю это ужас, кошмар Может быть, молодежь по-другому относится В моем возрасте я к этому даже, ну, стыдно Я отношусь абсолютно ровно к этим меньшинствам, поэтому пусть проводят Равнодушно Почему? Ну, хотят, пускай проводят Мне не мешают У меня такая политика, я против Просто все Не люблю я их, не уважаю Отрисательно Гей-парадов, да и что Терпеть не могу Однополый Придумают же такое Я противник этого Мне кажется, это смешно даже Зачем это нужно, однополые убрать Для чего? Разве интересно жить? Одним? А дети где? Как же без детей? Крайне отрицательно, какие гей-парады? Еще однополые браки сейчас разрешат, и что у нас и так мужчин почти нормальных не осталось Я против Против, против Я против этих гей-парадов Таким людям вообще не место День пограничника им дать, либо день ВДВ Все пройдет под нормальный, думаю, у них успешно Магнитогорская речка в прямом эфире Сегодня у нас, мягко говоря, необычный вопрос Как вы относитесь к гей-парадам? И у нас на связи Ольга Петровна Здравствуйте Здравствуйте Я хочу поставить другой вопрос У нас в городе Магнитогорске Происходит среди молодежи 12-13 лет Самоубийство Вот случай был месяц назад Сегодня я узнаю, еще один мальчик повешался Это все как-то через интернет у них вот это действует А вы говорите, что какой-то сайт там И люди заглядывают, да? Дети, что ли, к этому методу относятся? Сидят на этом дети 12-13 лет А что за сайт-то? Я не знаю номер этого сайта Я ничего не скажу Я просто вот сегодня опять столкнулась с такой Узнала о том, что еще один мальчик повешался А вот о том, о чем мы сегодня говорим Эта тема вас как бы не беспокоит В связи с тем, что у вас дочь подрастает 12-летняя? Эта тема очень беспокоит, конечно У меня, я говорю, и дочь растет Соответственно, ничего нам этого не надо Потому что дети и так вот, ну, в этом плане сейчас сами в интернете все смотрят и знают Поэтому, конечно, я против категорически Хорошо, Ольга Петровна, спасибо вам большое, что вы дозвонились Что предложили вот такую новую тему Которую, да, мы уже обращались вообще в своих программах Будьте любезны, 31-28-26, позвоните, пожалуйста, Ольга Петровна 31-28-26, оставьте свой телефончик, свяжемся с вами, поговорим Ну, действительно, да, когда запрещают какую-то пропаганду на людях Вот подобные акции, люди уходят в интернет И начинается пропаганда именно в сети Ну, там все есть, конечно, естественно Ну, а мы идем дальше 25 февраля 2015 года В Архангельске, на родине Михаила Васильевича Ломоносова Должно было состояться шествие секс-меньшинства Акция была согласована с мэрией города Однако, на фоне комментариев местных СМИ и общественного порицания Гей-парад был отменен Возмущенные ЛГБТ-активисты в начале марта Потребовали возбудить уголовное дело в отношении мэра города И в июне, вот как раз-таки Виктор Павленко заявил, что все-таки разрешит провести гей-парад Но 2 августа в день воздушно-десантных войск Да, ну, как и предлагал один из запрошенных тобой сегодня гнедогорцев Далее цитату приведу Виктора Павленко В этом году исполняется 85 лет ВДВ Но это 15-й год имеется в виду Поэтому 2 августа мы им разрешим обязательно Я гарантирую им в качестве разрядки Конец цитаты И вот как, вероятно, отреагировали на эту новость ВДВшники В общем, да, на самом деле, конечно, никакого гей-парада и 2 августа не было разрешено Это понятно совершенно Продолжаем программу, ждем от вас звонков Как вы относитесь к гей-парадам? Звоните 24 55 11 В эту автомобильную мастерскую слабых на работу не берут Таскать тяжелые шины, ремонтировать двигатели События страны и региона обсуждать особо некогда Но то, что в ближайшее время, всего в трех сотнях километрах от магнитки Пройдет парад людей нетрадиционной ориентации Автослесари слышали и мнение свое сформировали Да нельзя этого делать Дети же все смотрят В чем наша молодежь, чтобы превратиться Должна быть здоровая семья Я против, я против Я против Мое однозначное мнение Мужчины мужчинами, женщины женщинами Дети от мужчин и женщин Неподалеку от мастерской уже третий час дворники борются со снежным накатом У Людмилы и Павла на двоих три многоквартирных дома Поэтому рассуждать о нужности или ненужности гей-парадов им просто некогда Думаю, что запрещать надо Пусть они между собой сами, чтобы на все не распространять На одной улице с дворниками ведут свой непростой бизнес гости из села На рынке, как всегда, оживление В ожидании покупателей здесь привыкли обсуждать все происходящее в стране и мире в целом Продавец Елена Генриховна хоть и деревенская, но о существовании однополой любви слышала Я никого не осуждаю, не суди, и ты судим не будешь Марина Артемовна о том, насколько много в магнитке холостых и незамужних знает не понаслышке Ее брачное агентство соединяет одинокие сердца противоположного пола Статистика современной свахи такова На 20 девчонок всего двое ребят В условиях категорической нехватки мужчин Пропаганда однополых союзов, считает Марина Артемовна, только ухудшит ситуацию Я не имею права критиковать или каким-то образом оценивать эти отношения Но я считаю, что не нужно их настолько выпячивать и пропагандировать Мы вправе выбирать партнера по себе, но как-то надо это все делать корректно Без каких-либо всплесков, вот как на слуху вот этот парад За три года профессиональной работы Марина Артемовна подарила счастье десяти мужчинам и десяти женщинам Люди нетрадиционной ориентации к ней за помощью еще не обращались Но она уверена, главная задача союза двух людей – это не только счастье, но и продолжение рода Магнитогорская временчика в эфире Спрашиваем у вас сегодня, как вы относитесь к идее проведения гей-парадов Геннадий до нас дозвонился Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, Геннадий Очень здорово, как вы разговаривали со мной до выхода в прямой эфир Пожалуйста, озвучите вашу позицию Ну, во-первых, есть законы вселенной Есть законы природы, это тоже законы вселенной И, как я уже говорил, китайские символика вот этих законов Мужское начало – это яньское начало, женское – начало – инское Соединяясь вместе, они как в электричестве Дают мощный выплеск энергии И, получается, третье начало – сын божий там или дочь божия Дело не в этом Но, получается, ребенок Секс на русский язык переводится как блуд Поэтому во время блуда получаются побочные продукты Ну, дети, больные, дегенераты и так далее Понятно, ну, еще вы говорили, да, вот сейчас вы про Китай сказали Вы сказали, да, в России традиционно обожествление буквально женщины, да? В России же перед женщинами мужчины преклонялись испокон веков Это не только в христианские времена, когда начали насаждать неуважение к женщине, унижение Но не было у нас такого, чтобы унижались женщины, как на Украине Казак, если он ее любит, бил плеткой И все понимали, что он любит женщину Не было у нас такого И никогда не будет И если гей-парады будут проводить где-то, то и забросают камнями Наши же пацаны забросают камнями Это так Это сейчас именно так Спасибо вам большое, Геннадий, за ваше мнение Ну и Александру Петровичу мы дадим время высказаться в прямом эфире Как вы относитесь к гей-парадам? Рассказывайте нам Александр Петрович Как относитесь к гей-парадам? Говорите, вы в прямом эфире Прямо сейчас рассказываешь? Да-да-да А вотоньки, мы уже попали Александр Петрович, ну все-таки, вот ваши отношения Вы говорите, что стоит провести, но в определенный день Вот я бы с удовольствием в день ВДВ Вот раньше, я говорю, вот Все понятно Значит, позиция озвучена Спасибо большое Мы слышали уже это, да Идем дальше Да, информация, запланированная в эфире гей-параде Вызвала негативные отклики общественников Одним из первых новость прокомментировал про Таиреи Свято-Пантелеймоновского храма Руководитель военно-патриотического клуба Александр Невский, Виктор Иванов Далее цитата Это больные люди и само это движение, это болячка Но главное, чтобы правительство эту болезнь не переняло У каждого человека в этом мире есть предназначение Есть мама, есть папа Все остальное это извращение Если они такие, пусть они держат это внутри Выносить это в публичное пространство И представлять это как норму нельзя категорически Все это искусственно насаждается Навязывается нашей молодежи Посмотрите, что пишут наши средства массовой информации Конец цитаты Сейчас мы уходим на короткую рекламу После которой продолжим общение Звоните 24 55 11 Звоните 24 55 11 Магнитогорская времечка в прямом эфире Спасибо, что остаетесь с нами Наш вопрос сегодня, как вы относитесь к гей-парадам До нас дозвонилась Ольга Здравствуйте Рассказывайте ваше мнение по поводу секс-меньшинств Я считаю, что это ненормально Это природная аномалия Такие люди встречаются Но почему-то сейчас стали встречаться все чаще и чаще Я не знаю, может быть, это мода пошла на это Может быть, еще что-то И вот эту природную аномалию пытаются сделать нормой Так не должно быть В том-то и дело, да Ольга, вы говорите, у вас сын подросток А считаете ли вы, что у нас в школах Должен появиться какой-то предмет Да, предлагалось Как семейное воспитание Еще что-то вот такое Как альтернатива, да, пропаганде Вот гей-парадов, может быть Может быть, да В школе должны что-то как-то преподавать Но, естественно, опять-таки Подготовленные специалисты Потому что подросткам надо это все правильно преподнести У них психика не сформирована Они кидаются то в одно, то в другое И поэтому должен быть специалист какой-то Который действительно все покажет, расскажет и разъяснит Спасибо вам Спасибо вам большое И у нас Марина Николаевна С подобной же точкой зрения, как я понимаю Здравствуйте Здравствуйте Марина Николаевна, ну говорите Каково ваше отношение к этому всем Тем не менее Происходит так, что наши подростки У них с неустойчивой психикой совершают суициды Вот как одна уже из ваших слушателей Все дело в том, что все равно нужны вот эти вот беседы С подростками И какие-то воспитательные предметы В школах проводить То есть, чтобы они не воспринимали Какие-то личные неудачи Психологические или сексуальные там проблемы Как личные проблемы То есть, как Поэтому нужно проводить какие-то с ними занятия Марина Николаевна, я понимаю, да, что вы немножко сейчас делаете Тоже упор на школу Хотелось бы вам, чтобы там все это было Ну вот у вас два сына, насколько я знаю Да, один уже взрослый Другому 13 лет И вот как вы воспитываете Воспитывали сына старшего И стараетесь воспитывать вот подростка? Беседы, только беседы Никаких физических там давлений Неморальных, только беседы Вот, и потом просто вот Психологическая вот эта травма Какие-то личные неудачи Для мальчиков, наверное, более важнее, чем для девочек Понятно Марина Николаевна, еще один вопрос Как-то стараетесь ограничивать Если немножко уходить уже в сторону От вот этих вот гей-парадов Как-то стараетесь ограничивать Его общение, допустим, в соцсетях Там, интернете Ну, как старший сын Он общается все в соцсетях В компьютере И работает Системный администратор Как младший Вот, но я не думаю, что это сильно влияет И на поведение там, и на... Нет, ну, младший сын, если вы отслеживаете Какие интернет-ресурсы он отсматривает там И где и что Все-таки это влияет на поведение ребенка Воспитание родителей Беседы и так далее То есть вот Все зависит только от родителей Дети сами не будут просматривать то Что им произнесет родителей Что это не хорошее Ну, я соглашусь с вами, Марина Николаевна Что все-таки большинство, да И больше влияние, конечно, это в семье Прежде всего В какой среде растет человек А уже потом, наверное, в школе И вообще вот вопрос О половом воспитании Нужно оно, не нужно В общеобразовательных учреждениях Тоже он дискутируется Но к единому мнению Прийти не могут люди От которых это зависит Идем дальше Некоторые страны Довольно лояльно относятся К сексуальным меньшинствам И к тому главным образом Чего они добиваются К примеру Однополые браки Разрешены в Бельгии Нидерландах Франции Колумбии Бразилии Дании Аргентине Всего 20 стран На территории Большей части Великобритании В Соединенных Штатах Америки Такая практика законна Граждане России Имеют возможность Заключить однополый брак За рубежом Такую возможность На сегодняшний день Предоставляет Португалия Канада, США Дания, Аргентина В странах разрешена регистрация Однополого брака Между иностранцами В том числе и туристами Вне зависимости от Легальности Однополого брака У них на родине Подчеркнем Такой брак в России Просто не будет считаться Юридически Мы и порождать Никаких правовых последствий Он тоже не будет Но выход в принципе Есть у желающих В завершении выпуска Давайте послушаем Посмотрим Что отвечает Обычно Владимир Путин На вопрос Об ущемлении Прав сексуальных меньшинств В России В России нет закон Наказывающих 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 Сексуальные меньшинства За их Что за их Подскажите За их ориентацию Правильно Поэтому Здесь нечего беспокоиться У нас принят закон Согласно которому Согласно которому Запрещена пропаганда Среди несовершеннолетних Но я вам скажу еще раз И в вашей стране И во всех европейских странах И в России Существует большая проблема Связанная с Народонаселением Демографическая проблема Рождаемость низкая Вымирают европейцы Вы понимаете это или нет Но однополые браки Детей не производят За счет иммигрантов Вы хотите выживать Вам иммигранты тоже не нравятся Ваш выбор Является Таким как он есть Во многих странах Признание Однополых Браков Право усыновления И так далее Но позвольте нам сделать Наш собственный выбор Так как мы Его видим Для собственной стороны Я общаюсь с этими людьми Вручаю им даже Государственные награды Медали и так далее Если они заслужили это По роду Осуществляя свою деятельность В искусстве На предприятиях И так далее Это нормальное дело В нашей политической практике Не нужно ничего нагнетать Того чего нет Это избыточные страхи В некоторых странах Кстати говоря До сих пор Сохраняется уголовная ответственность За За Гомосексуализм Скажем Вот В некоторых штатах В США Есть до сих пор Уголовная ответственность Почему Вот Так это Всем нравится Акцент такой Сделать на России Магнитогорское время В прямом эфире Говорим сегодня О том Как вы относитесь к гей-парадам Пытаемся у вас выяснить Времечко уже наше Стремительно истекает И я благодарю всех Кто на нас дозвонился Кто принял участие в разговоре Спасибо за ваше внимание И в преддверии выходных Хочется сказать Тем кто не знает Как провести завтрашний день Субботу 12 ноября В России Экологический праздник Синичкин день Можно с детишками Сделать простую кормушку Для этих пташек И вот такое хорошее дело Совершить Да И напоминаю Что позвонить Вавренечко можно по телефону 312826 Сейчас он работает В режиме автоответчика Еще раз спасибо вам Друзья За ваш интерес К сегодняшней теме Хороших вам выходных Увидимся в понеделек Всего доброго До свидания Спонсор программы Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok